Рейтинг гипотетической женщины-президента среди россиян упал на 14%. По итогам социологического исследования в 2014 году женщину на посту главы государства одобряли 46% опрошенных. В этом только 32%. И если в предыдущие годы в числе тех, кто согласен отдать страну даме, было примерно поровну мужчин и женщин, то в этом среди сторонников такой идеи в основном представительница слабого пола и только 21% сильного. Такие данные приводят в Левадоцентре. Его сотрудники опросили 800 человек из 48 регионов страны. А вот что по этому поводу думают краснодарцы. Если она выдвинет такие условия, которые будут лучше для народа и будет пропагандировать это и продвигать, то почему нет? Это же что за феминизм, женщина или мужчина. Главное, чтобы, наверное, нравилось народу. По половому признаку делить людей прошлый век. Мы не против женщины-президента. Нет. Ничего не имеем против. Но не на данный момент. Пусть порядок наведет мужчина, а потом женщина передаст. Ну как-то, да, уже привыкли мужчины же будут. Я не возражаю. Пускай женщины. Ну а сейчас пускай Путин. Он политику правильно проводит. Традиция в России. Мужчина-президент. При всем этом, по результатам опроса Левада-центра, большинство людей одобрили политиков в юбке. 77%. А каждый пятый признался, что участие слабого пола в управлении страной ему не нравится. Последним правителем женщины в истории России была императрица Елизавета Петровна, которая правила во второй половине 18 века. Продолжение следует...